Привет, я Гамания, и я перезаписываю этот сценарий уже третий раз. А пока я вам покажу перестроенные новые районы, отдельные здания и даже расскажу, чем вы можете заняться в этот новый год. А пока! Район Чифаева уже сколько раз перестраиваемое место. Это место довольно плохое. Тут были лишь здания из туториала какого-то школьника и хаотично расставленные дворы с уродливой расстановкой. Теперь тут находятся реалистично расставленные дома 4 и 3 подъездные варианты 5-этажных жилых зданий. Такая расстановка зданий поможет увеличить уют и спокойствие во дворах. Так как я начал строить более-менее район с 70-х годов, тут естественно будут автобусные остановки старых или же советских вариантов. К этому тут находится новая ЖК. Было построено совсем недавно, которое состоит из 4 9-этажных зданий. Также появилось довольно много пустого места после того, как были снесены более-менее нормальные здания, которые я сохранил у себя в креатив зоне. Данная местность пока ничем не занята, кроме единственного кинотеатра. Но о нем попозже. Возвращаясь к станции метро Автовокзальная, я поставил первый экспериментальный почтомат, где можно забрать свои посылки, выходя из метро. Еще можно рассказать про подпольный клуб, который находится в центре района и регулярно проверяемые местной полиции, так как бывали случаи пробы продажи запрещенных веществ ранее. До сих пор станция метростроителей, та, что на красной линии, была наземной станцией. Еще в 70-е годы из-за спешки построили данный участок наземным. И до ноября этого года эта станция сохраняла свой первоначальный временный вид. На участке были построены тоннели, и вскоре сама станция была закопана. К сожалению, выезд из депо получился однопутным, но на работу самого метрополитена это мало повлияло. Здание же до вокзала было довольно уродливо. Ведь знаю, я не умею строить круглые офисники, но уже хотя бы получше. Теперь внутри самого вокзала видно, что оно немного преобразилось в Польше под европейский стиль. Тут вам можно купить, покушать, купить сувениры и одежду, а напротив можно перекусить. Так как прошлый заезд на вокзал был довольно неудобным и мог создать пробки на дорогах, я решил перестроить в удобные съезды с односторонней дороги. Ну что, новый район? Данный район это что-то первое в моем городе. Первое это его местоположение. Это первый район с правой стороны реки. Что тут по зданиям? Здания тут преимущественно средней застройки, то есть 5 или 9 этажей. Но в центре предполагаемого района находятся 12-этажные здания. Как отдельные здания, хочу подметить отдел приватбанка и котельная. Котельная это здание, греющее воду вашей батареи. Они бывают разных типов, но у меня работающая на газе. Тип 9 этажек можете увидеть на экране. Также тут присутствует станция метро Первомайская. Стоположение данной станции оправдывает огромное количество приближающих зданий и перспективу самой постройки линии. А что если я скажу, что ты сможешь прокатиться в этом метро в новогоднюю ночь? Да, я открою сервер на новогоднюю ночь, где будет работать метро при помощи МТР, и мы будем там праздновать Новый год. Переходите в мой дискорд, ссылка в описании. Там будет вся информация. Строя тоннели метро, без бюджета пропадало слишком много денег, поэтому мы взаимствовали проходческий щит из Дни Олегсбурга. Я же говорю, он вчера тут был. Выбираясь на поверхность, мы можем заметить кинотеатр. Изначало видео. Да, у меня в городе два одинаковых кинотеатра одной формы. Также пока это монополия на рынке киноиндустрии Манинска. Да и в целом кинозалы выглядят неплохо. Как вам? Посетили бы этот кинотеатр? Пишите в комментариях. Спасибо всем вам за лайки, поддержку, подписки, комментарии. Это все меня вдохновляет. Ну, и вам Нового года, хорошего, лучшего. Переходите по ссылке в описании, ждите новогодний сервер. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok